Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы возвращаемся в американский постапокалипсис, в мир захваченный полчищами кровожадных фриков и продолжаем следить за развитием событий в истории байкера Дикона Сент-Джона в игре Дейсган. Как говорится, мы с вами ехали, ехали, ехали и наконец приехали. Всю прошлую серию мы пытались добраться до лагеря, чтобы поговорить с Коури, наконец-то мы с вами здесь. Многие нас тормозили, не давали нам проехать и даже Орда почти чуть не съела нашего Дикона. Ну что ж, вот мы с вами в лагере Коури, давайте найдем его и пообщаемся с ним. Где он у нас, наверное, где-то здесь живет. А собственно вот он, смотрите, сидит тихонечко себе на табуреточке, да? Простой обычный мужичок, хорошо. Капрал, прием. У меня есть дело, требующее уникальных способностей. Конечно, да, сэр. Помнишь Васкиса? Того, что в самоволку ушел, мы проследили за ним до лагеря лесорубов, помню. Этот человек, сержант Ли Андерсон, был его напарником. Его почти задержали, но он убил охранника и сбежал. Неплохие понятия о чести у ваших людей. У наших? Ты сам из наших, между прочим. Я отметил на карте место, где его в последний раз видели. Кстати, как и Васкис, он был не один. Класс. Так, хорошо, хорошо. Скорее всего, нам нужно будет разобраться с этим товарищем, да? Найти цель Андерсон. Сувениры на память. Посмотрим, где это. На этом незнакомом месте, значит, нам предстоит дорога. Время сейчас у нас с вами, ну, почти утро, да? Еще чуть-чуть и рассветет. Я думаю, что поедем, наверное, так. Может, по пути кого-нибудь еще встретим. Так, что касаемо наших запасов. Мы вроде как все пополнили в прошлой серии, да? Мотоцикл у нас тоже в порядке, стопроцентно заправленный. Я думаю, что можем отправляться в путь. Друзья, в этой серии планирую побольше сюжета, потому что в прошлой серии был концентрированный экшен. Бесконечно стреляли громилы, орды, гнезда, какие-то вороны безумные. Подожди, сейчас открою. В этой серии я бы хотел побольше сюжета, потому что мы с вами рискуем здесь застрять еще очень-очень надолго. И вроде бы в этом нет ничего страшного, но не будем, друзья, так скажем, врать себе, да? Прохождение явно не самое популярное на канале, поэтому, ну, хочется просто пройти игру и, собственно, все. Перейти к следующим. Так, у нас что-то красное здесь. Волчок, серый бочок. Так, еще один точно есть. Так, там фрики гонят клыкачей. Где такое увидишь, черт возьми. Подожди, подожди, это не Орда Часом Ли? Друг, ты чё такой какой-то нервный, резкий, борзый и бодрый. Одновременно. До свидания. Там баньш еще, кстати, подгребает. Ха-ха-ха. Ещё себе. Схлопотало. В колобаху, как говорится, хорошо. Клыкать же ведь бегал, тварь, да? Ну, слава богу. Так, установить что-то как-то не сразу прорисовалось. Хотя, на самом деле, я вообще не понимаю, на чёрт я их устанавливаю, эти глушители. Я ведь всё равно ничего такого... Точнее, как сказать, не то, чтобы ничего такого. Я негативных моментов не испытываю от глушителя. Точнее, от его отсутствия. Всё, погнали. Соберём, наверное, мясо, да? Пригодится. А вот уже и рассвет. Значит, Орды скоро уйдут по домам, а мы с вами сможем спокойно здесь покататься по сюжету. Не то, чтобы я их боюсь, но вроде как у меня там не всё в порядке с ресурсами. Надо будет залутаться где-то обязательно. И рассинчик, коктейль Молотова. Кстати, а что у нас с этим делом? В прошлой серии мы изрядно с вами растрепали. Да, смотри, у нас вообще всё плохо, друзья. У нас крайне всё плохо с этими делами. Ммм, блин. Один коктейль Молотова это... Не очень. Всё, хорошо. Вот видите, просто остановились пострелять волчков, чем это закончилось. Десять минут на одном месте сидим. Непонятно, чем занимаемся. Места, конечно, здесь безумно такие, какие-то криповые, да? Пожар, тут всё горелое, обгоревшее. Смотрится, конечно, всё это жутковато. Ох ты, жесть. Нет, Дикон. Дикон родненький, вставай. Сейчас мы их всех с тобой завалим, тварей. Черт, кого-то по... Прикончите, блюда. Он убил нашего. Обожаю здешнее слоумо. Какой гори? Не надо гореть. Вы что, из-под земли выскакиваете, чертики-табакерки проклятые? Кот, черт, вы все возле меня одномоментно. Где вы сидели-то всё это время? За машиной, наверное, прятались. Видали, растяжку словил? Жесть. А я еду на самом деле, и знаете, куда смотрю? Я смотрю вон туда, думаю, домик, и сейчас я там, скорее всего, полутаюсь. Да. Полутался, байк раздолбал, наверное, в щи. В ноль, друзья. Не просто в щи, а в ноль. Кстати, у нас там навыки какие-то есть. И, по-моему, я уже сто лет туда не заходил. Мне кажется, там много всего. Давайте посмотрим, что там у нас имеется. В наших навыках. Сколько у нас очков? Три очка, друзья. Я уже вообще забыл про эти навыки. Что мы там качали? А выживание, да? Нет, выживание у нас как раз-таки прокачено. Как раз-таки прокачено. По-моему, взято все... Блин. Вот это сейчас нужно было взять. Жесть. Вот прям сейчас. Ладно, давайте в рукопашную зайдем. Я что-то здесь все качал, помню. Возможность быстро вставать на ноги. Удары с разбега. Как-то мне, на самом деле, ничего тут не надо. Тут, говорят, есть что-то хорошее. Вот. Двух противников отвлекать. Значительные перекаты, да? Вот это полезная штука, да? Скорее всего. Давайте что-нибудь здесь выберем. Сейчас возможность быстро вставать на ноги, выполняя... Я думаю, возьмем вот это. Да. Еще что. Да хорошо. Удары с разбега. Этим я вообще не пользуюсь. Вот это давайте возьмем. Звучит заманчиво. Я не знаю, что это. Сейчас прочитаем. Что нужно делать? Чтобы атаковать противника в ближнем бою, нажмите... С каждой успешной атакой у вас есть шанс нанести критический урон. Чтобы нанести решающий удар. Нажмите R, когда отобразится... А, ну все. С этим понятно. И вот это, да? Или вот это. Или вот это. Вот это выглядит интересно. А здесь у нас что будет? Повышение шанса нанести критический урон. Метриализовать противник на 25%. Серия ударов за сапожным ножом причиняет вдвое больше урона. Возможность бесшумно атаковать тяжелых фриков. Жесть. Жесть, слушай, вот это прикольно. Надо брать. Любая экономия запаса сил, это хорошо. Я считаю, да. Все, прокачались, можем ехать дальше. Ну как бы как дальше. Вот сюда пойдем сейчас. Хочу немножко здесь походить, посмотреть, может какой лут имеется интересный. Потому что мне сейчас надо, много, надо всего. Да, лут есть, друзья. Кайф какой. Кайф заходить и сгребать прям пачками. Просто пачками лут. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, дружочек. Не будь с таким самоуверенным. Много получи. Стрелять по мне, паскуда. Просто выбил вообще на раз-два, смотри. Ты далеко? Сейчас, один убит. Кого-то ранили. Берегите. Всегда меня удивляют эти чуваки. Куда бегут? Зачем они бегут? Зачем они ломятся такой безумной толпой? Какие-то зулусы из этого. Помните там железный капут? Серьезно. Куда вы ломитесь, придурки? Просто перетоптали, как котят каких-то. Так, это максимально. А я, по-моему, возле байка еще чуваков не залутал. У меня уже новенькие подъехали, да? Ладно, сейчас пройдемся по трупикам по-быстрому. Это тоже нужно. Побольше, говорит, сюжета хочу в этой серии, да? Шпилки с такой вам обещал. Ну ладно, друзья. Сейчас что-нибудь придумаем. Мне нужен лут. Мне больше, чем сюжет, наверное, сейчас нужен лут. Так, смотри, да, у нас что-то максимум. Давайте, наверное, займемся сейчас крафтом. По возможности всего, чтобы понять, что нам потом еще нужно и чего нам, собственно, не хватает. Так, здесь что-то, да? Будильничек пойдет. Бутылочка сгодится. Здесь по-любому должно быть много всего. Опа, смотри, ящик кайфовый. Дикон, Дикон, ящик. Здесь ящик. Че ты ходишь-то? Подожди, а сколько мы потратили? Ну, потратили сколько-то, я думаю, да? Ладно, пойдет и так. Канистра. Ну, давай возьму. Не очень-то нужно, но возьму. Так, все, погнали к мотоциклу и погнали дальше. По заданиям. Вообще, по сюжетным хочется пройти, по основному сюжету, чтобы с Сарой еще повидаться. Встретиться как-то уж непонятно. Мы там повидали ее один раз и на этом все. Возможность у нас забрали. Странно, что вот это топливо нельзя использовать на коктейле Молотова, да? Ну, ладно. То, что надо. Хорошо. Так, вот этих чуваков я лутал? Нет, по-моему, не всех. Или всех? Нет, я все-таки их полутал, получается. Да, хорошо. Погнали. А вот сейчас бы этот снайпер меня бы срисовал. И не просто стрессовал, а прострелил бы мне мотоцикл еще раз, да? И сидел он где-то здесь. Давайте-ка все-таки найдем его. Порох и лом. Прекрасно. Прекрасно. То, что нужно. И дерево поперек дороги. Смотри, засада, да? По всем правилам. Чертовы уроды. А копались по всем правилам, как положено. Так, там у нас... А, мы, собственно, скорее всего, приехали, да, с вами. Смотрите, полицейская машинка нам пригодится. На знак вопроса не пойду. Вижу его, но не хочу. Заморочка с теми знаками вопроса постоянно. Почему нельзя сохраниться? Что ты меня лечишь-то все время? Противник знает обо мне. Капитан Коури, я там, где в последний раз видели сержанта Андерсона. Если на нем наша повязка, принеси ее мне. Не хочу, чтобы я носил вонючий предатель. Вас понял. Конец связи. Много полицейских машин. Можем не экономить патроны. А здесь, походу, есть гнезда этих тварей. Но мне нечем их сжечь. У меня слишком мало сейчас боеприпасов. Ладно, Андерсон. Давай сразу к делу. Он точно где-то здесь. А, ну это, скорее всего, такая, да, миссия, как мы с вами уже раньше такое видели. Поисковая такая миссия. Будем ходить, 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 и рано или поздно что-то найдем. Посмотрим, что тут у нас. Черт, волки. А, скорее всего, это начало поисков, да? Я думаю. Какой-то звук был странный сейчас, непонятный. Все-все-все собираем с вами, друзья. Абсолютно все. Пивные бутылочки. Отлично. Мотоцикл перевернутый, смотрите. Ну, куда? Господи, это не что, Андерсон оттащит. И как мне теперь забрать свой трофей? Да завалим, да и все. Прям считаю, что это какая-то проблема великая, Дикон. Просто волчки. Слушайте, подсветка была красная только что. Ну, ладно. Наверху, походу, да? Где-то. Че-то я не понял. Прикола? Ладно, сейчас будем разбираться. Что за такие приколы? Скорее всего, это чертовы эти птицы орут безумные. Вот они, да. Так, ладно, погнали. Потихонечку погнали дальше. Трубка пригодится. Что еще есть? Пусто. Здесь тоже. Так, след у нас ведет дальше, да? Скорее всего, здесь будет сейчас какая-то засада, мне кажется. А, это ворона опять эта дурацкая орет. Тень мелькнула, я видел только что. Так, что у нас здесь? Кого-то растрепали, разорвали. А мы можем, кстати, еще коктейли молотого себе сделать, чтобы собирать дальше тряпки и прочую лабуду. Отлично, смотрите, потихонечку пополняется у нас запас, это хорошо. Потому что к встрече со следующей ордой нам бы желательно полностью запас восполнить. А неплохо они тут поужинали, эти волчки местные, да? Так, канистра, канистра. А, там керосин, подожди, 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 вижу. Вот это мне очень нужно. Хорошо. Так, волки куда-то сюда ушли, да? Угу, еще какое-то тело, смотрите, разорванное. Пополам, боже мой. Ламовая пещера Dead Coyote. А это еще что за звук? Это колокольчик. Ммм, ну лезь уже. Это Нера, да? Прикольно, только нам куда-то вот сюда нужно, да? Ммм, да, давайте не будем торопиться, сейчас что-нибудь прокачаем, послушаем. Еще один регистратор. Да, послушаем регистратор. Заметка номер 2463. Не надо попасть в пещеру. Мы находимся в секторе 301. В лавовой пещере Dead Coyote. На иронии судьбы мы осматриваем здесь останки кани с любу с мутантс. Клокочи, как их называют местные. Я вот все хочу спросить одного из вас. Из нас? Да, ну, из исследовательского отдела. А как вирус, ну, перекидывается? В смысле, с одного вида на другой? Да. Мы же видели кошек, собак, птиц, волков. Я не знала, что так бывает. Ты знаешь, что такое занозная нейроинвазивная вирусная инфекция? Нет, без понятия. Возьмем бешенство. Бешенство. Как и этот вирус, бешенство передается через контакт с жидкостью. Слюной, кровью, семенем. Чё, гадость какая. И хотя в основном оно поражает млекопитающих, опыты показали, что так же оно может поразить птиц, рептилий, даже насекомых. Ты знаешь, сколько в мире млекопитающих? Много, наверное. Да, много. 5488 видов по некоторым оценкам. И все они, кошки, кролики, собаки, лошади, скунсы, обоссумы, лисы, обезьяны, сурки, еда, волки, могут подхватить и распространить вирус. Боже. И что это значит для нас? Взгляни на мускулатуру этого субъекта. Обухший и вспученный надсуставной бугорок, бугристость лучевой кости. Нормальный волк может развивать скорость до 37 миль в час, а этот и до 60 разгонится, попутно пережевывая покрышку от мотоцикла. Для нас это означает вот что. Нам надо радоваться, что большинство млекопитающих скоро вымрут. Лучше уж они, чем мы. Все, пошли отсюда. Так, интересно было послушать. Жаль, что раньше об этом не услышали. Рабочий хоть? Я бы был готов ко встрече с этими воронами идиотскими. Так, смотрим. Запас сил... Да, наверное. Убегать от Орды приятнее, когда ты быстро бегаешь и долго бегаешь. Хотя уже запас сил у нас такой, что практически ничего не повышает инъекция, да? Я думаю, что может быть в скорости мы с вами перестанем его прокачивать. Начнем качать что-то другое. Ох ты ж тварь! Проклятое! Да, как-то я не учел, что ты сбоку пролезешь в эту дырку. Ну, в принципе, да. Почему, собственно, нет? Оу, друзья, вот это жесть! Вот это он меня встряхнул сейчас. Гаденыш. А, там еще есть, да? Давайте будем внимательно. Мониторить. Да черт тебя бери, где ты там? Пошел. О, нет, 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 нет. Дико, живи. Жесть. Сидят-то где-то, твари все, да? Смотри. А пещерочка-то криповая, жесть, вообще. Здесь есть, да? Ага. Вот здесь протиснусь. Так, походу, вот этот товарищ, да, нам нужен. Из сталкера. Повязка ополченца еще при тебе? Там что-то осталось. Ладно, не пойдем туда. Долго обходить. Ох, пещерка классная. Вообще, жесть, до сих пор трясет. Да ладно, друг. Да не капец тебе, Дикон. Может, обойду его как-нибудь? Справимся. Не боись. А он вот он, да? Ну-ка, давайте-ка его подманим к себе поближе. Немножко. Да. Да. Ну-ка. Да, блин, какой-то муторный замес. Кто еще страшнее, чертовы эти громилы или эти медведи безумные? Ну идешь сюда, нет, давай уже закончим. Все, хорошо. Долго, долго. Я что-то надеялся какого-то экшена побольше получить. А, смотрим, что у нас по аптекам, по медицине. Да, давайте возьмем. Используем и возьмем вот эту аптечку. Окей. Ммм, керосинчик родимый, давай сюда, пригодится. Есть еще что-нибудь? А, ну здесь мы с вами были, да, вроде как. Ну как, были и не были, по-моему, да, по-разному. Заберем канистру и пойдем к мотоциклу. Может быть там еще что-то найдем, полутаем. И посмотрим, что у нас там дальше подъехало. По идее еще заправочку можно полутать. И может быть даже сожжем вот эти вот гнезда клыкачей. Посмотрим. Не клыкачей, точнее, этих крикунов. Вы знаете, неспроста вот это вот. Вот это вот все неспроста. Эти все звуки безумные. Это какой-то гнетущий эмбиент, он неспроста. Я думаю, что здесь где-то орда гнездится рядом. Почему-то мне так кажется, не знаю. А, так мы заправлены полностью, да? Да бросай, Дикон. По-моему, еще была полицейская машинка, вроде бы. Да, ну там впереди есть. Давайте, наверное, еще немножко пробежимся по запасам. Керосинчик пригодится. Я думаю, что сейчас, наверное, будем сжечь вот этих клыкачей. Чтоб, как говорится, им жизнь медом не казалась. А там впереди, смотрите, черный дым, а это значит засадный лагерь, да? Что-то типа того. Да творите вы, уродские твари! Да поганые! Короче, завалю сперва всех, потом буду сжечь. Чую по запаху гнездо где-то рядом. Где оно? Твою мать! Вообще не попасть, реально, просто не попасть. Гнездо. Там что-то где-то здесь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ты кто? Ты что? Ты кто такая? Жесть, Пума! Офигеть! Вот это было крайне неожиданно, на самом деле. Так, давайте разберемся с этими тварями. Что-то их много, тут вообще не подойти, серьезно. Тихо-тихо-тихо-тихо, что-то непонятное. Движняк непонятный. Быстро! Ну ты скажи, что я не попал. Серьезно, ты скажи, что я не попал. Тут еще одно гнездо. Сейчас мы его... Еще одно. Ну, сейчас мы его подпалим. Еще одно. Погнали. Еще одно. Сейчас мы его спалим. Блин, на самом деле, надо с вот этим завязывать. Очень много отнимает силу вот эта шляпа. Еще одно, да, осталось. И сил, и ресурсов безумное количество отнимает. Вообще, я не хочу на это тратить. Серьезно, мне жалко. Все, что я налутал, я слил просто на каких-то ворон. Зачем они мне? Я чую гнезда. Оно где-то здесь. Да вот оно. Кстати, помимо гнезда что-то есть, да? Ладно, где? Я на верном пути. Ладно, друзья, пошла движуха. Короче, какая-то попутно зацепилась тут за нас. Давайте дальше. Ладно, пойдем. Может, что-то интересное сейчас начнется. Это здесь. Ладно. Фрики. По-любому. Навык не растерял. Нет, сидит, смотри, шевелится. Пацаны, куда едем? Жесть. Какая крепота вообще безумная. Что тут произошло? Осталось тут после них хоть что-нибудь стоящее. Да, они отбились, чуваки, видимо, да? Один в ванной лежит. Может быть, это и был тот самый знак вопроса, да? Возможно, кстати, не исключено. Но, смотрите, зато мы с вами разжили здесь... Фонарик, выключи что-то, бегу с фонариком. Разжили с вами здесь кейросинчиком, да, для коктейля Молотова, которые бездарно совершенно по-глупому слили сейчас на этих клыкачей. Не знаю, что это мне дает. Возможно, опыт, возможно, что-то еще, но я... Мне кажется, я не готов. Я не готов тратить на клыкачей на каких-то... Каких клыкачей? Почему клыкачами называют? Это все вы. Не говорите мне, что они не клыкачи. Вот я и сижу. Не готов тратить на этих чертовых ворон. Вообще не готов. Это слишком накладно. Слишком много. Так, ну что, засадный лагерь. Нет, наверное. Или да, наверное. Не знаю. Жесть. Ну просто это опять сейчас будет долго. Как бы ничего страшного, да? Ну долго и долго. Тебе это что, играй, играй. Получай удовольствие. Так, сделаем еще себе коктейльчиков. Набодяжим. Да, керосин закончился, но ничего страшного. Смотри, в принципе, восстановили полностью свои запасы. И это меня чертовски радует, на самом деле. Потому что сейчас, ну, очень много ушло. Как-то мне вообще очень жалко столько сливать. Аптечка, да? А, в принципе, почему бы и нет? Ну и, наверное, что? Наверное, что? Максимальный запас у нас, да? Но сейчас мы отремонтируем. И запас у нас будет уже не максимальный. Пумы, смотри, безумные откуда-то стали выпрыгивать вообще из-за угла. Офигеть. Вот, вот это другой разговор. Люблю эти сундучки поднимать, аж душа радуется. Мы с вами поедем сейчас все-таки штурмовать засадный лагерь. По одной простой причине он нам откроет, так скажем, карту, да? Мы сможем видеть, что у нас еще имеется на карте. Как я понял, эти дымы, вот эти вот... Вот эти костры красные, они прям открывают доступ к карте. Очень хорошо все видно становится. Офигеть. А вот зря, блин, была же мысль, не трогай. Потому что, да, мы с вами под завязку забиты. Еще, конечно, есть одна полицейская машинка. Но, блин, зря я. Не стоило. Хотя вообще здесь очень много полицейских машин. В принципе, боеприпас можно вообще не покупать. Так, 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 снайпер есть. Но мы сейчас попробуем... Никто не должен уйти. Жалкие насильники и убийцы. Это люди. Прощай, Леврорыч. Сколько вас тут еще? Иду назад! Прикройте! Блин, блин, снайперку бы на самом деле. Прикройте! Прикройте! сколько на модах уже перебили тамарда 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 6 блин дура не лезь сюда ты что-то марда 6 какая блин дикон да подожди ты не спрячешься мы не прячемся нам бы сейчас выжить там реально орда 6 друзья давайте занимать какую-то позицию оборонительную орда сделает свое дело я думаю а нам нужно потом сделать дело с ордой и это все что вы можете подожди дикон подожди прежде чем на кого-то напасть так знаете что мы сейчас с вами сделаем 1 посмотрим мы пойдем сохранимся и попробуем сейчас что-то мутить с ордой да все хорошо пробуем криво будет косо не знаю может быть как прошлый раз может быть нет но наша задача сейчас попробовать за агрить орду на monkey обязательно они где-то здесь вот они вот они вот они так секунду пробуем где 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 быстрее 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 монок как на самом деле сработало может быть не так как я хотел но все же сработало а а и а и и и и и и Так, хорошо, наверное. Ну, часть определенной этих тварей мы с вами завалили. Погнали сейчас сюда. Еще один участок, Мэро. Может, в медпункте что-нибудь найдется. Банджи, 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 банджи. Нет, 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 нет. Срочно вали, тварь. Мало боеприпасов. Пока подожди, братан, пока подожди. Как говорится, не очкуй. Сейчас все сделаем, наверное. Так, так. Мало боеприпасов. Сейчас давайте пополним. Я думаю, что не будет лишним. Блин, надо сперва потратить немножко других. Да, так мы с вами рискуем просто в холостую вот эти ящики лутать. Давайте потратим сперва одних боеприпасов, чтобы потом спокойно лутаться. Что у нас по сохранению? Непонятно, пока не проходит. Подожди, а должно, должно проходить. Давайте попробуем вот так вот сейчас. Да, сохраниться можно, хорошо. Все, уже проще. Если что, мы с вами переиграем. Вот он. А, вот он бункер. Все, прекрасно. Мы с вами, в принципе, могли бы даже Орду оставить в покое, но нет, конечно же, друзья. Как понять Орду оставить в покое, шпилкис? И что такое несешь? Успокойся. Мне кажется, по-любому там остатки сидят Орды. Сколько времени сейчас? Посмотрим. Восемь вечера. Когда Орды выходят? Неизвестно. По идее ночью, а вот когда ночью, вопрос. Друзья, вот не получается реально сосредоточиться как-то на сюжете. Сами понимаете, да? Видимо, пока мы нормально, адекватно не откроем всю эту территорию, ну не получится, наверное, сосредоточиться вот прям только на сюжете. Так, а куда же остатки Орды подевались-то? Наверное, где-то в этом тоннеле сидят, мне кажется, да? Ну я затащу даже с такого состояния, я думаю, если там не 300 их сидит. А на самом деле кайфово получилось, да, сейчас. Они перебили их всех. Нам не пришлось ничего делать. Патроны? Нет, патроны потом. Все, запомним, что они здесь есть внутри. Возможно, нам придется сейчас серьезно воевать с Ордой. Так, ну нам, конечно же, нужно запускать, да, всегда. Генератор, наверное, не получится нам тут спокойно на халяву залезть внутрь. О, зараза, предохранитель сгорел. Не только, ну конечно. Где мне теперь взять предохранитель? Дикон, че ты постоянно нервничаешь? Ты ж со мной. Че ты боишься-то? Все сейчас будет. Успокойся. Так, предохранитель, смотри. Посмотрим. Нет, здесь его нет. Скорее всего, он где-то внутри, в этой палатке. А может быть, внутри бункера, например. Скорее всего, вот этого чувака, я думаю, да. Что тут у нас? Кишки и предохранитель. Все, ты нашел? Давайте, ладно, откроем все-таки бункер, да. Потом будем разбираться со всем остальным, потому что, потому что, друзья, нам нужно заполучить сюда быстрый доступ. Вроде как, с Нера мы с вами еще не получили быстрый доступ, из бункера не получили. Сейчас, в случае чего, ну, загружаться просто неохота. Сейчас мы откроем бункер, и уж потом дело пойдет. Так, вот сюда. Дикон. Карта. Они тут все подробно разметили. Так, что нам дают? Вопрос. В прошлый раз прощелкал, до сих пор не знаю, потому что серия еще не вышла. Бомбомонок. Тут какие-то бумаги. Смотри, вообще. Это инструкция. Просто вообще бомбомонок, друзья. Это ж просто, да? Практически буболюгум. А у нас навык еще один подъехал, и мы с вами можем. Мы с вами можем. Или не можем. Или можем. Можем. Все-таки. Так. Нет. Вот это не хочу. Возможность оглушать слабых противников, бросая в них камни. Ммм. Не знаю. Не знаю. Ничего не надо. На самом деле не знаю. Давайте возьмем. По приколу. Что ты делаешь? Потому что следующим мы с вами возьмем тогда возможность убивать громил там как-то в ближнем бою. Какая-то мега полезная штука, да? Скорее всего. Вот это. Нет. Вот это. Нет. Вот это. Да. Все. Все. Погнали. И вот сейчас, да, сейчас уже абсолютно другой, как говорится, калинкор у нас с вами. Сейчас мы сохранимся и пойдем искать Ордынского. Товарища Ордынского. Да, мне кажется, там они и сидят. Собственно, оттуда они выбежали. Туда они и убежали. Предохранитель у нас есть, только нам нужен по-прежнему бензин, который я заботливо здесь повзрывал. Да? Да. Молодец. Всегда, как говорится, так делай. Подожди. Перед тем, как мы будем вставлять, как говорится, давайте, да, займемся делом правильным. Сто пудово они там сидят. И смотрите, мало того, что они там сидят, мы с вами можем использовать еще и пути, так скажем, отступления, взрывать вот эти красные ящики большие. Так, значит, матюгальники, где они есть? Погнали искать. На столбе уже нет. Хотя, вы знаете, я бы, допустим... Так, надо смотреться. Я бы, допустим, может быть, их и не срезал бы сейчас. Потому что так у нас есть шанс... А можешь спрыгнуть сюда, Дикон? Блин, обидно. Там керосинчик есть просто. Так есть шанс у нас приманить-то Орду, да? Зачем нам, по сути, срезать-то их? Кстати, а что там? Какой-то ящик, смотри, интересно. Хотя, сколько их там осталось еще? Вопрос, да? Ладно. Сейчас помозгуем. Помозгуем, подумаем. Посмотрим, что тут у нас. Чего? Кого? Что это такое? Что-то задание на задание здесь бесконечно, да? Одну за одним сыпется. Давай посмотрим по проводам еще. Вот здесь матюгальник остался. Все. По-моему, все. По-моему. Но я далеко не показатель. Нет, скорее всего, тут еще матюгальник будет. А, нет, он валяется. Все. Как нам понять, есть ли Орда? Не знаю. А, так подожди. Мы не нашли предохранитель? Серьезно? Или нашли? Нет, не нашли. Его здесь нет. Он, как бы, не видно, что вставлены, да? Может быть... Может, нам нужно по этой линии пройти сейчас, да? Ладно, пока не будем брать. Тряпка. Нет, не то. Еще боеприпасы. Хорошо. Только, блин, это вообще не то, что мне нужно. Мне не нужны тряпки и боеприпасы. Мне нужен предохранитель. Блин, как я не люблю вот эту вот возню, вот эту местную, на самом деле. Очень не люблю. Может быть, здесь? Да, вот он. Предохранитель. Предохранитель. Да. Так, хорошо. Только бензина-то у нас нету, друзья. Вот это вот может быть сейчас проблема. Вот теперь дело пойдет. Ну вот, порядок. Да, только открыто мы все равно не можем. Нам нужен бензинчик. Хотя... Дайте угадаю. Нет топлива. Ну, разумеется. Короче, ладно. С Ордой непонятно. Придет так придет. Сейчас давайте разберемся с объектом Нера, потому что я в голове сижу и распыляюсь на множество действий. Хочу и туда, и сюда. А вот с бензином, друзья, у нас будет сейчас проблема. Как бы нам не пришлось куда-то бежать за ним отдельно. Давайте попробуем вот сюда сходить вверх. Может, здесь что-то мы сможем найти. Хотя... Скорее всего, это просто один из подходов, так скажем, к этому месту. О, тут была вечеринка. Да, как бы мне реально не пришлось бы за бензинчиком сейчас переть к черту на рога. Давайте с этой стороны побегаем. Вот там вот еще в начале лагеря что-нибудь поищем. Но приятного уже мало. Видимо, он там весь повзрывался, пока мы... Войну вели тут. Либо вот здесь еще где-то на входе он есть. Может быть, я не рассмотрел где-то канистру. Но вот сколько мы бегаем, я, по-моему, еще ни одной канистры подобной не увидел. Не попался она мне на глаза. Так, что у нас есть рядом? Ммм... Достопримечательности. Но без мотоцикла стрёмно, на самом деле, за бензином ехать. Без мотоцикла это и не получится, в общем-то. А, смотри-ка, вот она. Отлично, 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 отлично. Вот здесь обычно лежит канистра, вот здесь. Но видите, треугольничек есть, а канистры нет. Потому что она, видимо, взорвалась, когда мы... Точнее, когда я вот расстреливал эти красные ящики. Вот так. Порядок. А, ну. Да ты запарил. Давай, чини. Ну-ка. О, да. Так, ну, надеюсь, что все сработает. В прошлый раз забагалась вот эта идиотская фигня. А, заперта. Так, ладно, я знаю, в чем прикол. Сейчас нужно сохраниться, перезагрузиться и начать еще раз. Погнали. Я думаю, что должно сейчас, наверное, все быть в норме. Сейчас мы просто сразу проверим, открываются ли двери. Да, двери открываются. Ну, конечно. Так, орда там есть. Подожди, а мы можем где-то замаскироваться? Есть тут кусты. Орду я слышу определенно. А, кусты есть. Да, тут слишком близко. Ну, хотя, с другой стороны, какая к черту разница? Лучше такие, чем вообще никакие. Или это не кусты? А, блин, это не совсем кусты. Так, что будем делать? Вопрос, вопрос. Давайте попробуем как-то вот отсюда сыграть. Может быть, получится у нас с вами. Да. Да. Попок tuckи. Иранаааааа. Да. Да, сейчас надо кое-кредитnder такой. Продолжение следует... 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 Да блин, не выбралась, черту возьми, плохо. Да блин, не выбралась, черту возьми, плохо. Да блин, не выбралась, черту возьми, плохо. Нет вот этой травы, в которой можно засесть и просто адекватно, быстро и эффективно завалить чертову орду. Здесь в основном вот как-то все не так, я не знаю. Ну либо так и должно быть в этом регионе, должно быть сложно, наверное. Ну я не знаю, честно говоря. Немножко этот момент раздражает, что ты, по сути, ты все равно завалишь эту орду, только размажешь ее безумно сильно. Сколько мы уже их тут завалили, я не знаю. Но очень у нас все долго идет. Кстати, нам бы мотоцикл посетить. У нас патроны заканчиваются. Надо взять немножко, пополнить. Да не-не-не-не-не, Диком, нет-нет-нет-нет, слезь, слезь, слезь. Здесь. Нам вот сюда нужно. Хорошо, пулеметные патроны. То, что надо. Орда потихонечку уходит, но мы сейчас будем идти за ними аккуратно. И попробуем маночком все же выманить, чтобы красиво это все дело сделать. Я не пойму, вот эта вот трава в итоге маскирует или нет? Это маскировочная трава или какая? Или обычная просто? Непонятно. Орда потихонечку уходит. Кажем, вот эта трава. Дерегись! Кажем, ты? Да, черт возьми, их очень много на самом деле Да отвалили, уроды Да отвалили, уроды Давай Отлично, отлично Я не знаю, друзья, напишите знатоки, сколько было в этой орде Очень много было, мы очень долго ее пытаемся размазать уже, нереально долго Жесть, просто жесть Мне кажется, реально пара сотен не меньше, может быть даже больше Ну это просто дичь какая-то Все гранаты, кстати, истратил, офигеть И то, чтобы обидно и жалко, нет, конечно, на дело же истратил все-таки Давайте создадим все, что потратили В целом, как бы нормально От такой орды, при таком кривом, так скажем При такой кривой ликвидации этой орды В целом все прошло неплохо Могло бы, конечно, и лучше пройти Давайте, наверное, на мотоцикле будем уж и собирать Что толку бегать пешком И вроде как даже запаса сил хватает Вроде как даже они тебя бодрят немножко, да, подбивая У нас такой есть скилл у Дикона пассивный Мне просто интересно, сколько было здесь фриков Сотня, две, три Но мне кажется, что это одна из действительно таких больших орды Встреченных нами за все время Очень много Вот смотрите, да, мы выехали из лагеря Давайте сейчас посмотрим Мы сами сможем выяснить, сколько было фриков в этой орде Только вот здесь вот немножко полазим Потому что уж очень много здесь вкусного и полезного лежит Ну, бери, что ты не берешь-то Хорошо Сейчас мы в лагерь вернемся Не получилось в итоге нам доехать до места А куда мы с вами собирались? А никуда мы не собирались, потому что у нас нет никаких заданий Есть у нас только объект Нейро Мы сейчас вернемся в лагерь и просто посмотрим, сколько в итоге ушей у нас И это будет ответом на вопрос, сколько примерно было фриков в этой орде Я думаю, что было много Думаю, не меньше сотни Это сто процентов А может быть, даже больше Потому что трепем мы ее уже, наверное, минут двадцать Не меньше, мне кажется Капрал, привет! Триста четыре уха Ну, где-то двести пятьдесят Не меньше было в этой орде А может быть, и все триста на самом деле Ну, потому что банши Кого-то там призывало, я помню Ну, фриков, двести пятьдесят Мы точно с вами берем Офигенно Я считаю, что да Я считаю, что это неплохо До свидания, Капрал Вторая экшн-серия у нас с вами получается Ну, что ж, друзья, получается и получается И еще не поделаешь Ничего, как говорится, не поделаешь Денег у нас очень много Наконец-то, наконец-то пришли к нам денежки В новом регионе Можем сейчас затариваться, закупаться Без зазрения совести Да, выбор, что надо Все Хорошо Что у тебя еще есть? А, оружие ты, собственно, не продаешь У тебя чисто эти самые, да? Чисто боеприпасы Ну и, в общем-то, все, друзья Как говорится, где начали, там и закончили Продолжим уже в следующей серии Спасибо, что посмотрели это видео Если вам оно понравилось Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Комментарии обязательно пишите Советы, предложения и пожелания Увидимся в следующей серии Пока-пока